Дорогие братья, сестры, друзья и гости, Дорогие детки, Мы сегодня все дома. Брат Володя, большое спасибо за эту песню. И эта песня, она по нашему сердцу. Отец этого дома является Отцом нашим Небесным. И у меня сегодня тема, которую я назвал так. Из состояния страха в победу. Из состояния страха к победе. И иногда бывает так, что в жизни бывают ситуации, где мы боимся. Я думаю, каждый из нас такое переживал. Это очень неприятное чувство. Это очень неприятное чувство. И это такое, как знак или состояние беспомощности. И ты не знаешь, что тебе делать. Деяне границы, где тебе поставлены границы, и ты не видишь выхода. И я думаю, здесь подобная история оставлена нам в Священном Писании в Старом Завете. Я хочу с вами сегодня gemeinsam noch einmal на это событие в Исраиле гадит. И я бы хотел совместно с вами вспомнить об этом событии, случившемся однажды в Иерусалиме. Когда первый царь Израиля был еще царем. И как звали первого царя Израиля? Кто знает это? Это был Саул, правильно. И Саул, он был первым царем. Которого Бог избрал еще, когда он мыслил о себе, что он был малым. И Бог избрал его тогда, когда он был малого мнения о себе, когда он не думал, что он большой. И несмотря на то, что Саул был на голову, минимум на голову больше, чем его окружающий. Но прошло время, когда он долгое время уже властвовал и переживал множество побед. И когда сердце его начало уклоняться от Господа. И он Богу, как своему Богу, уже не был верен так, как он был вначале. И был один случай, когда Бог отвернулся от него. И почему так произошло? Потому что мера его непослушания была исполнена. Он был царем. Он был царем. И ему надо было дальше вести народ. Но он не имел более могущественного Бога на своей стороне. И вот однажды пришли враги по имени филистимляне. И вот они собрались совместно, чтобы идти против Израиля. И Израиль, желавши защитить себя, также собрались и начали размышлять. И это было вполне нормальное событие, что велись войны. Но здесь нечто было необычным для Израиля. Потому что до этого, на протяжении годов, они побеждали войны, когда царствовал Саул. Потому что они смело выходили и ворачивались назад с победой радостными. Но в этом бою с филистимлянами, когда они были собраны одни на одной горе, а другие на другой горе, и между ними была долина, скорее всего, там была хорошая акустика, и этим воспользовались филистимляне, для того, чтобы нечто произвести. И что же мы читаем? Что из среды филистимлян вышел особый воин. Как же звали его? Кто знает это? Нет, это не Давид. Но это не был Давид, но Давид также участвовал в этом. И правильно, Голиаф, Голиаф. Это был Голиаф, правильно. Братья и сестры. Из состояния страха к победе. И вот вышел этот Голиаф. Это еще ничего особого. Но мы читаем об этом человеке. Мы читаем нагоняющий страх вещи о нем. Он был бойцом. Он был тем, кто воевал всегда на передовой. Мы читаем, что он был примерно трехметрового роста. И это нагоняет страх, не так ли? Мы понимаем полноценно, что же это означает три метра. Если мы заходим в нашу комнату, обычно. Когда мы на деку смотрим, стандартная высота 2,45 метра. И смотря на потолок, стандартный размер высоты потолка 2,45 метра. Некоторые строят в высоту 2,60 метра, может быть 2,70 метра. И у нас дома также 2,70 метра высота. И когда я беру своего сыночка Джереми, поднимаю его, чтобы он дотронулся до потолка. И это желание у него иногда бывает. И вот я его беру, протягиваю руки свои, поднимаю его наверх, чтобы он коснулся потолка. И при этом высота всего 2,70 метра, а не 3 метра. Голиаф не мог бы даже просто зайти ко мне домой и там нормально стоять. И он был воином, он был сильным, он был мускулистым. У него было оружие, одеяние, у него была кончуга. У него был большой шлем. У него было копье, которое нормальные войны не могли носить, так как оно было слишком тяжелое. У него был большой щит. И это еще не все, что он имел. Для большинства людей это уже было бы достаточно, чтобы испугаться. Но ему еще надо было нечто. Или прилегало к нему еще нечто, это его вознесенное и гордое сердце. И вот он, выйдя наперед, начал провозглашать воинам, стоявших на передовой. Братья и сестры, детки. Это то, что враг зачастую совершает в нашей жизни. Запугивать нас через те вещи, которые мы слышим и видим. И вот этот Голиаф, он вышел. И что же он желал добиться? Он желал поединок один на один с самым сильным воином Израиля. Он хотел показать, что Израиль не является силой или могуществом по сравнению с ними. Братья и сестры. И вот со своей внешностью, своим голосом, он, выходя, внушал страх. И я бы хотел с вами несколько стихов зачитать. Какое же последствия имел его выход перед Израилем? С 10 стиха. И сказал филистимлянин, мы говорим здесь о Голиафе. Когда он вызывал израильтян на поединок один на один. Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И вот далее уже идут последствия того, что он сделал. И услышали Саул, и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. И поединок еще даже не состоялся. Израиль израильтян, они отступили назад, и были в ступоре, еще не было поединка. И где же весь опыт и все переживания израильтян, которые они уже в прошлом переживали? Но здесь наступило нечто новое. Нечто большее, о чем знали израильтяне или были знакомы. И это привело их в состояние ступора. Братья и сестры, знаем ли мы также такие ситуации? Мы переживаем подобные вещи в нашей жизни. Это, где мы, где мы сильны, где мы нечто преодолеваем, это случается настолько быстро. Но сейчас есть что-то новое, но наступило нечто, что совсем новое. Из страха к победе. И вот мы читаем, что на протяжении сорока дней филистинлянин делал одно и то же. Он выходил, провозглашая эти страшные слова. И что же тогда произошло? Из среды Израиля. Из среды Израиля. Из среды Израиля, их состояние или их смелость, оно все становилось меньше, меньше и меньше. И здесь Бог нечто совершил, так как из среды воинов Бог уже там ничего не мог произвести. Израиль, где победа твоя? Братья и сестры, где же наша победа? Дети Божьи. Народ израильский. Шлахт району из живого Бога. И вот Бог избирает себе нечто особое. Он выбирает себе, я скажу так, дитя. Одного юношу. День маленького сына из одной семьи. И какое занятие же было у Давида дома? Саймал. Ричит, он шарфа геутет. Это было недреко динство. И это было по видимости такое невеликое служение. И вот Отец, по повелению Божию, посылает его туда к воинам наведать их. Так как его старшие три брата, также находившиеся в войне. И отец просто хотел знать, как обстоят дела у сыновей. Как же обстоят дела с нами? Как же обстоят дела с нашей церковью? Как же обстоят дела с нашей церковью? И как происходит там бой? И вот Давид с пропитанием направился к своим братьям, желая разведать, как там обстоят дела. И когда он пришел туда, И он начинает разговаривать с парой мужьями. И коротко перед этим, некоторые воины спустились в долину туда. И во время того, когда Давид разговаривал с этими мужьями, он слышит, как Голиаф вновь начинает говорить, что вы израильтяне, вы дети Божьи, вы слабые, 40 дней я ожидаю вас, где вы? Где твой Бог? Где твоя победа? Где Бог, о котором я слышал, который победил множество боев? Вы бесполезны, вы не можете ничего, вы боитесь. И вот Давид, он слышит это. Давид видит, как израильтяне, они вновь бегут назад, убегая от Голиафа. И тогда Давид, он пришел в смущение. Что же здесь происходит? И он увидел, как эти мужья, они все устрашились. И я хотел бы зачитать один стих. Давид konnte это не устранить. Что Давид, он не мог выдержать это. И вот он направился к царю. Или правильнее, царю донесли, что там есть один юноша, который желает вступить в поединок с этим Голиафом. И то, что Давид сказал царю, это настолько прекрасно, братья и сестры. Мы читаем 17 главы, 32 стих. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Саул сказал Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Ты не можешь пойти. Ты не можешь пойти. Это, что ты сегодня в твоей жизни как борьба, ты это не можешь превозможить. Братья и сестры, что мы делаем в такой ситуации? А, да, царь, он прав. И все войны, они также проведены. Но Давид сказал, я скажу это своими словами. Кюниг, нет. Царь, нет. Кяпфер, динар, нет. Войны, служители Господа Бога, нет. Я могу. Потому что, когда я пас овец, приходил лев и воровал одну из овечек. И я бежал за ним. И когда лев, поворачиваясь, нападал на меня, тогда я брал его за кос моего и умершвлял его. И это также происходило с медведем. Да, царь, я могу. Потому что этот филистимлянин, он поносит войско Израиля, Господа. Братья и сестры. И этот юноша, он был в Духе Божьем. И он был в состоянии сказать. Интересно. Разные взгляды на эту ситуацию, человеческие взгляды. После того, как люди размышляли или рассматривали эту ситуацию, и все сделали вывод. И хотя они знали живого Бога. И они думали, что по соотношению сил в этом поединке с филистимлянами они не могут противостать ему. И ты, молодой юноша, ты так же это не сможешь. Что же это вообще за идея? Но этот юноша, и это то, чтобы нам сегодня получить для всех откровение. Этот бой, он не являлся боем среди Голиафа и Давида. Для Давида это был поединок или бой Бога за Израиль против филистимлян. И люди видят Давида и Голиафа. Но Давид видит Бога и Голиафа. Братья и сестры, это в точности то, что Бог желает нам сегодня сказать. Там, где мы уже не можем, и там, где мы бессильны. Где мы 40 дней подряд вбиваем самим себе, что мы не можем, и мы не в состоянии. Давайте мы не будем более мыслить по-человечески. Потому что по-человечески это невозможно, и вы правы. Но по Богу все возможно, слава Господу. И Бог делает невозможное возможным. И знаете что? Мы знаем историю, что Давид действительно вышел победителем из этого поединка. Что Бог не дал быть ему униженным перед этим филистимляненом. Я бы хотел еще нечто сказать. И эта ситуация была настолько поучительной для Израиля. Потому что они вновь нашли путь к Господу. Потому что в этом поединке действительно Израиль выиграл. И Бог избрал невозможное, для того, чтобы явить себя. И мы очень часто читаем в Писании, как Бог целенаправленно создает тяжелую ситуацию в нашей жизни. Экстра. Специально. Там, где тебе тяжело. Это не в том случае, где ты думаешь, как же я сильно наказан. Но у Бога действительно есть цель и план, произвести работу над твоим сердцем. И иногда он желает, чтобы ты вошел в такое немощное состояние, где ты действительно сам достиг своих границ и далее не можешь. Потому что что происходит, где ты столкнулся, пришел к своим границам? Где ты стоишь у стены, и ты далее не знаешь, как и куда. Тогда происходит действительно то, что Бог желает. Тогда будет вера в Господа. И тебе надо впустить, Господа. Я, скажу, Хэр, сейчас гей, Хэр, ты воран. Сказать, да, Господи, ныне иди ты впереди. Тогда ins кипет гейн. Пойти склонить свои колени. И тогда Готэс алмахт анруфен. И призвать Божие всемогущество. И тогда вы увидите. Тогда я увидев. Как Бог, беря нашу немощную безысходность, берет это и сам прославляется. Я хочу еще зачитать несколько стихов, и мы будем заканчивать. Первое послание Коринфянам. Первая глава. 26 стих и ниже. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти. Немного сильных. Немного благородных. Посмотрите, братья и сестры, на нас, на соседа, в нашу церковь. Я думаю, здесь немного больших. Мяштige. Сильные. Гевальтен трейгер dieser Welt. Носители или как бы основатели этого мира. И избрал ли нас Бог? Аминь. Аминь. Но почему же нас? Почему действительно ты и я? И мы читаем далее. Сondern das тёrichtе der Welt hat Gott erwählt, um die weisen zu schanden zu machen. Und das schwache der Welt hat Gott erwählt, um das starke zu schanden zu machen. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Братья и сестры. Бог, Он умышленно избрал нас. И Он желает через нашу жизнь прославить Себя. И эта ситуация, в которой ты находишься, она специально вызвана. Где ты бессилен. Для того, чтобы из этой ситуации, из твоего окружения, ты прославил Господа. И Бог, Он умножит Славу Свою. И ты и я, мы будем прославлять Господа. У нас есть искренняя надежда в Господа. Или на Господа, я бы хотел с вами совместно сказать. Ласк uns Готт vertrauen. Давайте мы будем доверять Богу. Ласк uns Готт übergeben. Давайте мы будем передавать наши дела Богу. И Бог, Он будет это совершать. Слава Господу. Аминь.